С 5, 10, 20 раза. И это не предел. Столько попыток используют курсанты автошкол для того, чтобы наконец положить в карман водительское удостоверение. С первого раза пришел, сдал, получил права. Мечта всех, но фортуна улыбается не каждому. Или дело вовсе не в удаче. Пару лет, как количество часов практического вождения увеличилось с 40 до 50. Стало ли этого времени достаточно? Если мы будем просто ориентироваться на простое увеличение часов, то для кого-то это будет лишняя трата денег, а кому-то может даже этих часов не хватит. Мы хотим выровнять уровень подготовки и развить способности по управлению автомобилем. С этой целью специалисты решили провести педагогический эксперимент. В нем могут участвовать как курсанты автошкол, так и неопытные водители. В шестой попытке я все-таки одолела свой комплекс и села за руль. Мне приходится водить детей, и мне бы хотелось обеспечить им безопасность по максимуму. То есть я бы хотела выработать какие-то навыки контраварийного вождения. Так это комплекс упражнений, который формирует необходимые способности, приближенные движения к тем, которые выполняет человек в настоящем автомобиле. Мы развиваем способность к одновременным движениям, мы развиваем ловкость, моторику, реакцию. Все то, чего порой не хватает людям во время занятий в автошколах. В большинстве случаев хватает одного двухчасового занятия. Примем участие в эксперименте и проверим на себе. Без теоретической части никуда. Двигатель, трансмиссия, колеса. Объясняют все буквально на пальцах. Дальше переходим к тренажерам. Управляя таким рулем, конечно, далеко не уедешь, но навык правильного вращения сформируется точно. Точно, да. Если будет руку подальше закидываться, то да, давай. На права я только учусь, поэтому Юрий знает, что спуску давать нельзя. Ведь легче, правильнее научиться. А вот тем, кому нужно переучиваться, приходится сложнее. Следующее упражнение с теннисными мячиками. Это ловкость развивать, ловкость. Вы должны уметь руками руль крутить и коробку переключать, например, да, или указатели поворотов. Добавляем гимнастические палки, имитирующие переключение передач. И мы словно за рулем. Важно успевать все движения делать одновременно. В один момент вроде как получается делать на автомате, ты расслабляешься, но не тут-то было. Сидим, все хорошо. Обазность! Ага, хорошо. Значит, вот это упражнение, оно формирует быстрое-быстрое ощущение вот направления нажатия, понимаете? И плюс реакцию. Дорога – дело непредсказуемое, поэтому на занятии много времени уделяется быстроте реакций и тренировке выдержки. Эксперимент пройден, правда, сама задумка только в зарождающейся стадии. И в будущем планируется добавить еще несколько упражнений. Мы будем с учениками работать с помощью виртуальных средств, формировать водительское мышление. Современные программные средства позволяют это делать, то есть полностью погружаться в обстановку. Планируется подготовительный курс, то есть с привлечением психологов для того, чтобы подготовить как к вождению, как к участию в дорожном движении, так и просто к сдаче экзаменов в ГАИ. Заглохнуть на светофоре или создать аварийную ситуацию на дороге. Фобий у курсантов автошкол много, но стоит помнить, что именно страх снижает нашу двигательную и умственную активность почти на 80%. Алена Чернявская и Сергей Курков. Утро. Студия. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok